НПР, США, сет далекой арктической заставы Норвегия следит за наращиванием российского военного потенциала. Джеки Нордхэм, Национал Публич Радио, США. 5 ноября 2019 года. От вершины наблюдательного поста, расположенного на северо-восточном краю Норвегии у российской границы, ледяные воды Баренцева моря отделяют равно 525 ступеней. Лестница довольно крутая, но, как только вы доберетесь до самого верха, велика вероятность того, что вы увидите какого-нибудь молодого норвежского призывника, проходящего службу на этом посту, с тарелкой вафель, политых клубничным джемом или сливками. С этой пограничной заставы, ОП-247, открывается захватывающий вид на эти поразительно красивые места, расположенные примерно в 400-х километрах над Северным Полярным кругом. К востоку, по другую сторону границы, находится российский наблюдательный пост и пункт береговой охраны. Прямо перед вами, через Баренцево море, находится маленький норвежский остров Вордео, где при поддержке США была развернута радиолокационная система наблюдения. Несомненно, она очень раздражает русских, сказал капитан Сигурд Харшим, Сигурд Аршаим, командир пограничной роты Ярфьорд, добавив, что эта радиолокационная система позволяет следить за действиями России на Крайнем Севере. Фактически мы хорошо контролируем всю территорию Баренцево моря и все, что находится вокруг него. Я думаю, это раздражает русских еще и потому, что система была создана американцами. Существуют веские причины для того, чтобы пристально следить за действиями России, которая по площади территории превосходит всеми остальных арктических стран. Постепенное повышение средних температур открывает новые морские маршруты и делает более доступными богатые запасы природных ресурсов приполярного региона. В настоящее время несколько стран наращивают свой военный потенциал в Арктике. Россия усиливает свои войска новыми истребителями и кораблями, а ее подводные лодки заплывают все дальше в Северную Атлантику. По словам норвежских военных чиновников, Россия также проводит испытания крылатых ракет и боевые стрельбы. Это заставляет соседнюю с ней Норвегию и других членов НАТО пересматривать их военные стратегии в этом регионе. Русские модернизируют Северный флот, строят новые подводные лодки. Они больше летают. Они чаще проводят военные учения на северо-западе России с участием батальонов, сказал министр обороны Норвегии Франк Бакиенсен. Франк Бакиенсен, в интервью НПР. В настоящее время центром активной деятельности российских вооруженных сил является Кольский полуостров, расположенный далеко на северо-западе страны, рядом с Норвегией. Как мы видим, на Кольском полуострове они занимаются модернизацией, перестраивают старые военные объекты, а также строят новые, рассказал майор Бриньяр Стардаль. Бриньяр Стардал – представитель норвежского объединенного штаба. Мы наблюдаем там гораздо больше активных действий и видим много нового оборудования. И мы также видим, что их тактика становится более продвинутой. Чрезвычайно милитаризированный Кольский полуостров также служит базой для российского Северного флота, как рассказал журналист Томас Нильсен. Томас Нильсен, который пишет статьи для норвежской онлайн-газеты Independent Berends Observer. Там стоят атомные подводные лодки. Там находится спецназ российских военно-морских сил, пояснил Нильсен. По его словам, Кольский полуостров также служит важным военным полигоном для нового российского оружия, такого как крылатые ракеты и подводные беспилотники с ядерными энергоустановками. По словам Нильсена, Россия наращивает свой военный потенциал отчасти из-за отсутствия доверия к Западу, а также чтобы защитить свои военные активы на Крайнем Севере, в том числе природные ресурсы. 90% экспорта российского природного газа добывается на полуострове Мал в Арктике. «Мы всегда должны помнить, что для России Арктика имеет огромное экономическое значение», – объяснил Нильсен. Таким образом, Арктика занимает гораздо более важное место в российском национальном мышлении, нежели в мышлении любого другого арктического государства, включая Норвегию. Между тем российское правительство уже долгое время выражает свою беспокойность в связи с расширением НАТО и приближением этого альянса к ее границам. В июне 2018 года российское посольство Восло пожаловалось, что просьба Норвегии прислать больше американских солдат может вызвать рост напряженности, спровоцировать гонку вооружений и дестабилизировать ситуацию на севере Европы. Тем не менее, масштабы агрессии Москвы в этом регионе застигли западные страны врасплох. После падения Берлинской стены в 1989 году и окончания Холодной войны США и НАТО закрыли свои арктические базы и переместили свое оружие и активы в другие места. Арктический регион стал мирным, поскольку Россия больше не вызывала беспокойства, как объяснил полковник Йорн Эрик Бернсен, я Йорн Эрик Бернсен, командующий сухопутной обороны Финмарка. Все изменилось в 2014 году, когда Россию аннексировала Крым. Операция на Украине радикальным образом изменила ситуацию для НАТО и для нас, сказал он. Ситуация с безопасностью в мире однозначно изменилась. Теперь мы вернулись примерно туда, где мы были до падения стены. По словам Бернсена, после действия России в Крыму Норвегии было необходимо пересмотреть ситуацию с безопасностью. Она начала закупать подводные лодки у Германии истребителей F-35 у США. Кроме того, Норвегия перестраивает и перевооружает некоторые свои базы. Одна из них – это база в Порсангере, самая северная военная база в мире, расположенная среди холмов и озер в регионе Финмарк. В октябре около 1,4 тысячи норвежских военнослужащих провели в этом лагере военные учения. На земле лежал снег, а от ледяного ветра не спасало даже множество слоев одежды. Одной из задач военных было научиться вести боевые действия в условиях суровой зимы. «Боевые действия в зимних условиях – это, возможно, самое трудное, что только можно себе представить», – сказал командир взвода лейтенант Бенемин Томпсон. «Бенемин Томпсон. Для этого требуется серьезная подготовка». Томпсон, одетый в камуфляжную форму белого цвета, рассказал, что последние пару лет ему приходилось тренировать американских солдат, которые находились в Норвегии на ротационной основе. Южнее в Норвегии находится несколько сотен американских военнослужащих, в основном морских пехотинцев. «Поначалу им было очень трудно, но спустя некоторое время они освоились и получили множество важных навыков, необходимых для выживания зимой», – объяснил он. Норвегия призывала США и других союзников НАТО к расширению военного присутствия и увеличению числа военных учений, проводимых в Норвегии. В прошлом году Норвегия стала главным местом проведения одних из наиболее масштабных военных учений НАТО с 2002 года – учений «Тридент Юнчтури». Два года назад Альянс НАТО вновь создал Арктическое командование, которое теперь находится в Нарфолке, штат Вирджиния, а ВМС США восстановили второй флот, чтобы противостоять деятельности России в Северной Атлантике. Министр обороны Норвегии Баки Янсин доволен. «Мы работаем посредством НАТО с США, чтобы вновь привлечь внимание к Северной Атлантике, к этим территориям», – сказал он в интервью НПР. «Мы довольны новой структурой командования. Мы довольны военным руководством в Нарфолке». В сентябре США отправили бомбардировщик Б-2 над Арктикой. Джеймс Таунсент, Ямиас Таунсент, который два десятилетия работал над политикой НАТО в Министерстве обороны США, сказал, что та миссия помогла отправить русским нужный сигнал. Б-2 показал, что мы можем там летать. «Мы показали России, что мы будем там летать», – объяснил он. С одной стороны, это был учебный момент, однако одновременно с этим он послужил сдерживающим сигналом для русских. По словам Таунсенда, который сейчас работает в Центре новой американской безопасности, «Чентерфорианеоамеричансе Чуриты, США очень важно знать, что происходит в Арктике, но при этом не стоит бояться наращивания российского военного потенциала в этом регионе. Мы не хотим скатываться к военному конфликту, или к гонке вооружений, или снова к милитаризации Арктики, если в этом нет необходимости», – объяснил он. Бернсон из сухопутной обороны в Финмарке предостерег, что слишком много американских военных в Арктике могут спровоцировать Россию. Пока, по его словам, стоит наращивать собственные войска Норвегии и быть готовыми защищаться от ее восточного соседа. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.